всем привет месяц уже прошел как работает моя станция с солнечными панелями вон видно их там идеальная система законченная уже это когда инвертор аккумулятор и солнечная панель отзыв хочу оставить работает кондиционер живем мы дом наш и ни в чем себе не отказываем первая цель это какая была чтобы оставаться с электроэнергией при любом раскладе то есть приобретался инвертор и аккумулятор с целью как большого бесперебойника на дом кто не понимает то зачем инвертор и аккумулятор большой емкости ну чтобы от аккумулятора дольше вы могли находиться с электроэнергией и не отключали там какие-то электроприборы для экономии для дольше во чтоб ну меньше разряжался ваш аккумулятор соответственно большой аккумулятор мощный инвертор который сможет его зарядить в случае когда появляется электроэнергия то есть первая цель была просто оставаться купить большой бесперебойник и чтобы на время отключения у тебя свет не пропадал жил ты какое-то время на аккумуляторе эта цель была достигнута инвертор установлен наверное с полгода назад а может и год назад и аккумулятор солнечные панели для до установил месяц назад и сейчас могу вам точно сказать что это идеальная схема независимого можно сказать электроснабжение вашего дома ну вот по крайней мере пока лето за этот месяц просто у меня ни разу не было отключения какого-то там случайного или принудительного там или по графику или без графика отключал только я когда там что-то до устанавливал переустанавливал а так система работает идеально пропадает свет графики там мы даже не знаем когда там какие графики так из интернета вижу что там по 6 часов там по 4 часа у людей нету света у меня постоянно есть свет и днем и ночью ночью на аккумуляторе соответственно если нету городской сети есть городская сеть то городская сеть там вмешивается помогает ночью одним практически все же на солнечных панелях потому что они все перекрывают кондиционер сейчас вот 23 это термометр вот внутри 23 8 градусов сейчас в комнате 32 это у меня датчик установлен на инверторе инвертор как такового у меня места нету для него там технического помещения я его вынес на второй этаж под крышу ну и там контролирую его температуру чтобы он не перегрелся потому что жарища просто страшная сейчас на улице 42 и 4 показывает термометр снимаю видео для того чтобы сказать вам что это все реально да работает потому что я не установщик я не электрик я ничего не заканчивал никакие школы я нигде не работаю в этом направлении я чисто для себя домой купил это все и показываю вам как это работает и что можно самому это все заказать и установить даже не будучи там каким-то дипломированным специалистом ну и соответственно ты же экономишь деньги на том что ты сам с этим всем этим занимаемся занимаешься лишнего тебе не навязывают за этот месяц но понятно что в этом году жара просто такой наверное не было да и не помню чтоб какая-то такая жара так долго держалась в том году кондиционер я практически не включал дом у нас утеплен поэтому ну как бы жары и не чувствовали такой и не включал потому что во первых уже были перебои с электроэнергией то смысл не включать кондиционер чтоб он расходовал аккумулятор сейчас я практически кондиционер не выключаю потом по расходу вам покажу там на приложении и он тарабанит у меня за эти все года больше сейчас на солнечных панелях чем я когда-либо им пользовался от городской сети соответственно солнечные панели все перекрывают показывал я вам видео что по максимуму по максималке выдали они в в режиме подмешивания горсети там поставил я этот режим может надо было вообще горсеть отключить и посмотреть сколько они потянут факт тому что три с половиной киловатта то есть вполне хватает дом полностью всегда запитан холодильник большой морозилка все это основное что всегда включена в сеть ну там газовый котел вода горячая понятно кондиционер тарабани телевизор и компьютер видеонаблюдение свет никогда ничего не отключается никакого да никакой дополнительной линии нету экономной типа на режим аварийных отключений вот все по стандарту как есть все так и работает приложение для отслеживания инвертора с аналитикой но вот я не пойму искал я почему-то с 12 данные не сохранились с 12 июня а где-то с 21 сохранились не знаю почему в реальном времени солнечные панели 141 киловатта выдают сейчас и дом потребления общее 117 киловатт то есть перекрывают полностью горсеть сейчас есть подключена но счетчик стоит практически там может какое-то потребление иногда будет но практически нету солнечной панели все перекрывают просто вам покажу аналитику по дням именно солнечная генерация вот здесь значок видите вверху дейли опять 41 киловатт час уже за сегодня накручена вчерашний день 1271 киловатт час 13 12 число здесь ты можешь увидеть по графику когда в максималке было потреблением то есть генерация также можно посмотреть по дому вот ночь потребление минимальная а потом уже днем пошло кондиционеры жизнь пошла проснулись все и в основном вот это все перекрывают солнечные панели вот они активируются где-то на полную активность выходят где-то с 9 часов с 8 утра наверно и вот вот это все они перекрывают правда общее не пишется потребление но почему-то так здесь в аналитике по месяцу можно глянуть вот начало месяца это 0 7 и общее 156 56 киловатта то есть это генерируемая солнцем электроэнергия ну за которую ты не платишь это для тех кто вот хочет знать экономию там как она но экономия есть соответственно на глаза вот на глаз ты же видишь за пол месяца ну до 14 сегодня с 1 по 14 по 13 можно сказать 14 еще только полдня прошло 156 и 56 киловатт час то есть за это ты не платишь так и вот месяц 6 50 ну что-то завод я говорю хотя с 12 я ставил но почему-то 21 вот 22 потеря какая-то и 4 только данные сохранились куда-то куда-то что-то пропало не могу я пока сказать что экономия как бы важно всегда пользовались электроэнергией по потребностям никогда не экономили платили всегда тут в основном для меня основной причиной проблемой и которой ее решить нужно было это постоянное электроснабжение потому что постоянно на нервах ждешь когда они выключат графики не придерживаются графиков когда ты что-то планируешь делать и как раз закон подлости они выключают свет его нету а самое дорогое выходит в этом всем это твои нервы что ты не нервничаешь всегда знаешь что ты всегда будешь обеспечен электроэнергией в любое время когда что не задумал делать ну и соответственно сейчас жаришь а просто я не знаю как люди сидят там без холодильников как продукты как это все многоэтажках я бы я просто в шоке видео по выбору что вам там для квартиры может для дома потому что очень много сейчас ну продать хотят продать и поэтому понятно почему люди рассказывают много небылиц на самом деле я вам расскажу в следующем видео как там что выбрать или же зарядную станцию или же брать инвертор или и и какое и что и зачем следующее видео будет это просто вот вам для информации рассказал свое впечатление оставил думал посмотреть общую статистику когда уже видео начал снимать то увидел что с 12 числа почему-то нету но показал вам так как она есть вы примерно понимаете наверное что экономия также есть для кого она важно соответственно конечно когда стабилизируется и дай бог чтобы стабилизировалась общее электроснабжение людей то когда уже у тебя эта система будет стоять и она отработана будет полностью то на первый план там уже выходит экономия не так бесперебойность а как экономия а сейчас главное что чтоб у тебя хоть что-то было потому что может быть такое что не будет вообще ничего подписывайтесь на канал всем удачи до следующих видео переходите плейлист анти blackout мой и там все от того от начала как я получал этот инвертор покупал аккумулятор как пришел налоги не платил потому что не насчитывали с алиэкспресса напрямую заказал я ссылки вам всегда оставляю в описании под видео в закрепленном комментарии также в телеграм подпишись мой телеграм-чат там с вами на прямом на прямой свадь связи и обмениваемся фото там ссылками всеми делами информации делимся всем удачи и до следующих видео комментарий свойств оставляй по этому поводу кто что думает кто поставил солнечной панели я знаю люди там писали мне некоторые о кстати третий вопрос который пока как говорится на на часе мне но люди уже некоторые подключили зеленый тариф даже к 10 киловатт нику инвертору полностью два поля панелей поставили и человек пишет что оформил документы там конечно мозга крутки очень много и включил зеленый тариф излишек электроэнергии вырабатываем панелями он продает сейчас в сеть поэтому там мы общаемся там есть такие же люди которые уже даже зеленый тариф подключили ну молодец я просто даже пока об этом не думаю а человек уже наперед как бы все порешал еще и какую-то копеечку будет с этого имеет небольшую но очень приятно когда там на карточку прилетит там несколько тысяч гривен в месяц пишите кстати свои комментарии кто уже зеленый тариф танки ну ну есть такие люди всем удачи до следующих видео